Сегодня у нас трансформация от изберга до истинного поклонника. И первое место, которое я хочу сегодня открыть, это написано в первом послании Коринфянам, 15 глава с 1 по 11 стих стихи, где об этом апостол Павел пишет. И мы помолимся, прочитав. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором вы спасаетесь. Если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, то есть буквально символ веры, и что он погремен был, и что воскрес в третий день по Писанию, что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть и до ныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Якова, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как, и как написано, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божия. Мы знаем, что апостол Павел в прошлой жизни Савл, такой религиозный фанатик, гнал церковь Божию. С 10 стиха. Но благодатью Божию есть им то, что есть им, и благодать его во мне не была отчетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Аминь. Давайте мы коротко помолимся. Слава Тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Открой нам тему трансформации. И, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты когда-то открыл ту трансформацию, которую пережила мать Мария, которая была воистину матерью царя царей, и потом она просто через какое-то время стала ученицей, учеником Иисуса Христа, и называла Его Учитель со всеми другими учениками. И через какое-то время, когда она смотрела на пригвозденного своего сына и учителя уже, и он сказал Иоанну о том, что все сын Твой, Иоанна, мать Твоя, поручил ответственность на своего ученика Иоанна, и мы видим, что это уже не мать царя царей, а как и все мы, как и сестры во Христе Иисусе, она становится дочерью царя царей, потому что в нем она получила усыновление Бога богов. Аллилуйя. И слава Богу за то, что Господь Иоанчий, совсем недавно, Господь Иоанчий, мы слышали также, Господь, другую трансформацию о том, что Павел от того, кто подражал когда-то Иисус Христу, узнавая о нем, собирая о нем информацию, просто старался делать то, что делал Иисус Христос, в конечном итоге Он пришел к такому выводу о том, что намного проще просто позволить Иисус Христу жить в своем сердце. И Он сказал в определенный момент, уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос, а что ныне живу, то живу верой. Слава Богу, Господь Иоанче, Аллилуйя, Отец, за то, что мы все меняемся постепенно, и мы, Господь, сегодня приходим к следующей теме, к следующей трансформации, Господь Иоанче, этого человека, который из очень жестокого человека, изверга, стал истинным поклонником. Открой нам сегодня эту тему, чтобы и нам стать истинными поклонниками, Господь Иоанче, Бога Живого, потому что мы этого хотим, мы этого желаем. Открой нам суть поклонения, Господь Иоанче, Богу Живому, Отец, Осанна, потому что Господь для нас это образ жизни, Господь Иоанче, который может многих привести к покаянию, Господь, к такому же поклонению. Слава Тебе, Господь! Тебе за всю славу, честь и хвала и величие во имя нашего Господа Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аллилуйя! Аминь! Знаете, я сегодня открыл Википедию для того, чтобы посмотреть понятие «изверг». В антиклопедии написано так. Изверг – производное слово «зверь». «Зверь» – тот, кто заслуживает быть извергнутым, изверженным из общества, то есть изгнан за что-то, что он совершил каким-то ужасным, невероятно безжалостным способом. Это понятие «изверг». То есть апостол Павел себя в прошлой жизни называет «извергом». То есть этот человек, он сам себя считал о том, что в прошлой жизни я был гонитель церкви. В других местах он описывает о том, что он гнал церковь, что он сажал в темнице и заставлял верующих христиан делать самый страшный грех, ну, непростительный. И он знал такую, знаете, тайну о том, что если заставить христианина там просто, ну, это было какое-то юродство на самом деле, хулить Духа Святого, то, ну, просто он считал так, что, скорее всего, больше ему уже не простится, и он пойдет в ад. Он заставлял христиан хулить Духа Святого. Насколько его мышление было извращено, насколько... Ну, по этим действиям апостола Павла в прошлой жизни Савла мы можем понять, насколько он ненавидел Христа, самого Христа, насколько он ненавидел церковь, и насколько он яростно ненавидел его последователей. То есть он их гнал яростно, и поэтому он себя называет изверг, то есть очень жестокий, безжалостный человек. И сегодня мы увидим, мы проследим какую-то, блин, такую невероятно сверхъестественную трансформацию человека, который был извергом, который был буквально зверем и который стал истинным поклонником. Вы хотели бы узнать вот эту тайну, проследить вот эту жизнь, вот это изменение, вот эту трансформацию? Давайте тогда прочитаем следующее место. Я буду открывать сегодня те места, которые именно апостол Павел пишет, именно этот человек, который в своей жизни проследил четкую трансформацию. Следующее место написано в послании к римлянам, 5 глава, с 1 стиха, также с 1 по 11, апостол Павел пишет. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, «Через которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. И не с ним только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Ну, знаете, кто-то может сказать, ну, что там надежда, да, вы чего-то надеетесь какого-то, ну, скорее всего, это просто какая-то утопия. Но нам нечего стыдиться, написано, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась, то есть мы это можем доказать тем, что любовь в наши сердца излилась Духом Святым, данным нам. То есть это у нас уже есть. Скажи, у меня это уже есть. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умер за праведника, умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И смотрите, что он дальше пишет. Я хочу сказать, мы можем четко проследить, что здесь апостол Павел в первую очередь, конечно же, пишет о себе, о самом себе. Он говорит о том, что для меня лично Иисус Христос, Бог доказал свою любовь тем, что он умер за меня, когда я был еще грешником, когда я был еще нечестивым. И смотрите, 10 стих это подтверждает. Ибо если, будучи врагами, то есть Саввул, кем он был? Он был врагом. Вы можете со мной согласиться? Это был враг. Это был враг Христов, это был враг церкви, который гнал и убивал христиан и сажал их в темнице. Посему, и смотрите, какая любовь. Я бы хотел в большей степени акцент перевести не на то, что сделал апостол Павел, а какую любовь имеет к нам Бог, что Бог полюбил Савва, когда он еще был кем? Грешником, нечестивым и врагом. Слышите меня? Но это все равно, что вот если, как это лучше представить, что если в вашей жизни есть такой враг еще на сегодняшний день, ну, например, у меня уже нет, слава Богу. Если есть такой враг, который может быть, ну, не вы его ненавидите, а который вас ненавидит, и вам просто, вам надо сделать какой-то шаг, жест, просто пойти к этому человеку, подарить ему какой-то подарок, потому что это Нагорная проповедь, ребят, извините, я ничего не придумал. Найти его, подарить ему какой-то хороший дорогой подарок, сказать ему слова любви, обнять его, вы бы смогли это сделать? А Иисус Христос не только это сделал, он умер. Слышите меня? Он отдал душу свою за своего врага. Ну, в принципе, да, то же самое он говорил, когда висел на кресте палачам своим. Говорит, они не ведают того, что творят. Бог через это показывает свою любовь. Скажи аминь. Согласны? Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся, спасемся жизнью Его, и недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. И смотрите, апостол Павел, он здесь хвалится. Он говорит, я хвалюсь Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Он хвалится. Он говорит, вот это любовь. Бог свою любовь доказал тем, что Он умер за меня, когда я был Его личным врагом, когда я был нечестивым и когда я был грешником. Слава нашему Богу, да, за то, что Бог, Он не стал ждать. Для многих это сегодня реальная Евангелие. Бог не стал ждать, когда люди станут хорошими. Слышите меня? Буквально вот недавно мы с братом Андреем разговаривали в Бургасе, да, с одной женщиной, которая говорит, я сперва стану хорошей, а потом уже приду в церковь. Мы ей объясняли, что этого никогда не будет. Потому что если бы люди могли стать хорошими без Христа, зачем бы Христу было бы умирать? Иисус Христос поэтому умер за нас, когда мы были еще грязными, нечестивыми, грешниками, да, для того, чтобы через эту любовь доказать, что Он любит нас, несмотря ни на что. Несмотря на наши грехи, на наши пороки. Он нас возлюбил, умер за нас, для того, чтобы мы через эту смерть примирились с Богом. Это то место, которое именно об этом и говорит. Слава нашему Богу! Вот здесь мы видим о том, что происходит. Иисус Христос показывает свою любовь апостолу Павлу, и вы просто представьте себе эту ситуацию. Этот облаченный властью человек, фарисей из фарисеев, получив приказ из Синедриона, из самой высшей фарисейской власти, для того, чтобы брать христиан, хватать, бросать их в темницу, пытать их, казнить, и он в Дамаск отправляется, он скачет на коне со своей свиты, и что он видит? Он видит видение, которое его буквально ослепило. Что ты гонишь меня? Помните до этого места? Что ты гонишь меня? Кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И апостол, не апостол еще, но Саввул, он падает с коня, ослепленный просто, и на самом деле, люди, он не может ничего объяснить, и просто вот так вот, просто руками что-то ищет, за кого бы там, что, как подняться, и потом слышит голос Божий, который говорит ему какие-то определенные действия. Так уверовал Саввул, который был гонителем и жестоким врагом Иисуса Христа. Итак, слава нашему Богу, следующее место, которое я хочу открыть сегодня, это написано во 2-м послании к Оримфинам, 4-я глава, с 5-го стиха. Здесь апостол Павел пишет, ибо мы не себя проповедуем. И вы знаете, нам надо взять это на вооружение, в том, что каждый раз, когда проповедник выходит на эту сцену, ему надо помнить о том, что он не вышел проповедовать себя. Аминь или не аминь, да? Он вышел проповедовать Иисуса Христа. И об этом никогда не надо забывать. Иисус Христос в центре нашего служения. Мы здесь собираемся ради Него, мы Его проповедуем. Мы рассказываем людям о том, что Он сделал, как Он умер, как Он пострадал, как Он воскрес на третий день, как Он сегодня восседает единственного Бога на небесах, и что сегодня Он свои деяния продолжает через силу Святого Духа, через своих детей, через свою Церковь Святую. И апостол Павел здесь дает очень четкое учение. Мы не себя проповедуем на Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, то есть апостол Павел себя объявляет, я раб, ваш раб ради Иисуса, для того, чтобы донести до вас эту весть. Я готов идти куда-то, страдать, переживать какие-то страдания, голод, боль. И то, что пережил в своей миссионерской деятельности апостол Павел, ну, трудно кого-то еще найти, кто бы переживал столько боли и страданий, обид, избиений, когда его избивали палками. Он получил 40 ударов без одного, побивали камнями до смерти. Он вставал и все равно продолжал идти. И смотрите, апостол Павел учит, но сокровища 7 стиха, сие, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана кому? Богу, а не нам. Аминь. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Не стеснены, да. Мы, я уже начинаю забывать русские слова, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашего. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и постоит при собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилия благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу кого? Во славу Бога. И смотрите, вот здесь мы видим очень плавную трансформацию человека, который был когда-то извергом и гонителем церкви, в человека, который говорит за себе. Он не вспоминает, хотя попозже мы можем прочитать о том, что это был очень образованный человек на то время, да, он учился при ногах гамолил, и мы очень часто об этом напоминаем. Этот человек был, конечно же, не глупый, имел когда-то самый высокий статус в обществе, колоссальную какую-то власть, и наверняка это был не бедный человек. И этот человек говорит о том, что он всего лишь, кто? Всего лишь глиняный горшок, чтобы вся слава была приписана не нам, но Богу Живому. И вот здесь, вы знаете, я бы хотел проследить в эту мысль о том, что я хотел бы сказать, что это относится ко всем нам, не только к проповедникам, да, о том, что если бы ты был наставлен, да, научен, то мне бы очень хотелось, чтобы в нашей церкви это просто вот так было укоренено. То есть если ты проповедуешь своей жизнью словами, где-то там, на работе, там, где ты живешь, там, где ты путешествуешь, очень важно каждый раз людей приводить не к себе, вы знаете, потому что можно людей вести в какое-то заблуждение, в заблуждение, ну, в плане того, что, например, мы можем пойти в магазин, да, и купить какой-то глиняный горшок, который, может быть, внешне так украшен, да, там, ну, и сделан под какой-то тон, там, тончайший китайский фарф, фарфор, или японский фарфор, фарфор, и ты можешь поднять, и подумаешь, какая красота, да, ну, просто потом переворачиваешь, смотришь, там, моденчайна, да, ну, что-то китайское, потом изнутри посмотрел, а это не фарфор, а это просто обыкновенная глина, но ты покупаешь, ну, думаешь, ну, я хотел, ну, настоящий такой сосуд купить, но еще большая ошибка, когда ты понимаешь, что там внутри вот что-то насыпано, да, ты идешь это на помойку, высыпаешь, а там потом ты узнаешь о том, что там вот в этом сосуде было засыпано что? или золотая руда, или необработанный бриллиант, и тебе никто не объяснил, что вот это то, что внутри, бесценно, а вот этот горшок, он по себе, стоимости вообще никакой не имеет, ну, вы знаете, что часто происходит в современном, даже христианском мире, о том, что сосуд очень много времени обращает на себя, и говорит, смотрите, какой я красивый, какой я умный, какой я образован, у меня такое-то, такое-то образование, и смещает акцент с Иисуса Христа, куда? Наоборот, на свою личность, и вот это, я хочу сказать, это очень опасно, и вот это в церкви, ну, просто неприемлемо, мне бы хотелось бы, чтобы в нашей церкви просто это было искорнено, просто на корню, потому что мы церковь Иисуса Христа, и в последнее время мы можем видеть вообще какие-то, ну, в моем представлении ужасные течения, движения, которые называются именем какого-либо человека, да, ну, мы слышали о том, что, и вы знаете, вот дальше мы просто прочитаем, ну, давайте мы сразу и прочитаем, очередной шаг, апостол Павел, уже рукоположенный апостол, он называет себя глиняным горшком, он не превозносится, он говорит, я всего лишь глиняный горшок, и я бы хотел, чтобы вы много не обращали на меня внимания, потому что я обычный глиняный горшок, а вот то, что во мне, это сокровище, неувидаемое, аминь, это бесценное золото, это бриллианты бесценные, это Иисус Христос, у которого цены нет, вот на него обращайте внимание, пожалуйста, и вот это, знаете, вот каждый раз смещение о том, что моя жизнь, она Христос-центрированная, Христос в центре моей жизни, церковь наша Христос-центрированная, я бы не хотел ни в коем случае обратить внимание на свою какую-то вот такую личность, которая, в принципе, рядом с ним, ну, она не должна даже стоять, но он полюбил меня так, что он умер даже, потому что тогда еще, когда я был извергом, когда я был врагом, давайте прочитаем дальше, второе послание Коринфянам, четвертая глава, а, второе послание к Коринфянам, так, это мы уже, так, нет, послание к филиппинцам, извиняюсь, послание к филиппинцам, следующий стих, третья глава, и вот здесь, вот здесь, апостол Павел довольно сурово, он обращается со второго стиха, это нам предупреждение, потому что мы живем реально в последнее время, немного осталось, давайте мы будем терпеть до конца, потому что написано, претерпевший до конца спасется, берегитесь псов, делающих злых, берегите злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, кем мы хвалимся, чем мы служим, мы служим Богу Духом, Бог ищет себе поклонников, слышите, Бог ищет, вот кого-то, на самом деле, Бог вообще не ищет, большинство людей стараются найти Бога, ищут Его Бога через самые различные пути, а кого-то Бог ищет, слышите меня, насколько важно быть поклонником, Бог ищет себе поклонников, которые бы поклонялись Ему в Духе, в Его Духе и в Его истине, потому что, вы знаете, когда к нам в Казахстан во время пробуждения, в 90-х таких лихих годах приехал пастор Николай из города Орск, и Он нам донес такую вещь, вы знаете, мы начали встречать, к сожалению, таких проповедников, которые начинают нести служение, и они пришли в церковь не для того, чтобы найти здесь друзей, братьев, сестер, не для того, чтобы найти здесь семью, они пришли в церковь для того, чтобы найти себе поклонников, которые бы поклонялись им в их Духе и в их истине, и мы слушали, вот с открытыми ротами, неужели такие уже есть, ну, честно говоря, ну, просто я был в недоумении, которые бы себе искали поклонники, и сегодня я хочу сказать, есть целые движения, есть целые течения, есть целые деноминации, которые конкретно, ну, совсем недавно я видел в Африке, я не буду говорить, называть имена, в одной из африканских стран, на сцене стоит трон установлен, и на нем сидит пастырь, и люди приходят, кланяются ему, целуют ему ноги, ну, как вы думаете, это нормально? Я хочу сказать, ну, что к христианству это не имеет никакого отношения, просто это одна из форм идола поклонства, можете со мной согласиться? Это поклонение идолу. Я хочу сказать, апостол Павел вполне мог бы быть вот таким бы идолом для того времени, для того общества, потому что у него были все привилегии, да, ну, просто, ну, я думаю, что для кого-то он и был таким, в какой-то степени кумиром, да, потому что он обладал абсолютной какой-то властью, степенями какими-то, званиями, образованиями, да, и где-то он мог вот так зайти, там, просто ногой открыть дверь, да, и просто сказать, ну, просто вот я вот такой-то, такой-то, и ему все привилегии. Ну, после того, как Иисус, как он познал Иисуса Христа, да, жизнь апостола Павла довольно круто меняется, и он говорит, я никто, я всего лишь глиняный горшок, но вот тот, кто во мне, это бесценное сокровище, Иисус Христос. Давайте буду читать дальше. Третий стих. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто думает, другой надеется на плоть, то тем более я обрезанный на восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны. Это апостол Павел пишет о своем бывшем образе жизни. Непорочны. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа что? Я почитаю щитой. Это все мусор. Все знания, вся мудрость, вот эта земная, мирская, которая собрана, я хочу сказать, в том числе и теологическая. Рядом с Иисусом это все щитая мусор. Абсолютный мусор. Потому что Иисус Христос чем-то обладает. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Нужна ли нам сегодня теология? Я сегодня не говорю ничего против теологии. Я хочу сказать, теология и учиться нам надо, и библейские колледжи нужны, и институты, и семинарии. Все это нам нужно, но только для того, чтобы прийти к познанию самого Христа. Познать Его, укрепиться в Нем. Мы приходим каждый раз в церковь, и я хотел бы, чтобы каждый раз мы спрашивали, зачем я сюда пришел сегодня? Я хочу сказать, кому я пришел? Просто каждый раз задавай себе такой вопрос. К человеку я пришел? Услышишь какую-то красивую лекцию? Я пришел к Иисусу. Аминь или не аминь? Я пришел Его услышать. И знаете, если бы Иисус Христос сегодня пришел, я знаю, что Он сейчас здесь, потому что там, где двое или трое собрано ради Него, Он уже здесь. И вот Иисус сегодня приходит. Я хочу сказать с четкой уверенностью, для чего приходит Иисус Христос каждый раз. В первую очередь Он приходит для того, чтобы спасти душу. Это для Него самый важный приоритет. Спасение души. После того, как Он ее спасает, Он начинает просто говорить с человеком. Читай Мое Слово Божие, молись мне. Давай просто поговорим с тобой. Я хочу, чтобы ты закрепился в спасении. Я хочу тебя спасти от вечной погибели. Слышите меня? Это страшно. Для Иисуса Христа это самое страшное, когда душа идет в вечную погибель. Оттуда уже возврата не будет. Не будет возврата. Вечный огонь. Он много раз повторяет Иисус Христос. Там будет плач и скрежет зубов. От этого хочет спасти нас Иисус. В первую очередь Его акцент направлен на то, что поэтому проповедь в первую очередь должна быть направлена на укоренение души человека во спасении. В вере Иисуса Христа, что Иисус, тебе я хочу доверять. Я к тебе пришел. Я тебя хочу услышать. Я хочу услышать твое слово. Чтобы оно свеже было прямо с небес. Чтобы оно меня мазало. Чтобы оно меня подымало в духе. Чтобы оно меня зажигало. Чтобы это был огонь, сходящий с неба. В мою жизнь. Лично в мою жизнь. Все остальное, это все ссор. Личность. Личность Иисуса Христа и отношения. Близкие отношения с Ним. Иисус Христос хочет, чтобы отношения с Ним были насколько возможно. Близкие. Чем ближе, тем лучше. Самые интимные близкие, которые только возможно. Двери, ворота. Во святая святых. Это самое, во что даже просто первосвященник мог войти только один раз в году, да, и то не без страха. Ну и периодически оттуда просто вот так за веревку вытягивали мертвых первосвященников, потому что он где-то сокрыл грех какой-то. А сегодня мы, жертвы в Иисус Христа, мы имеем доступ. Во святая святая святая. Самое сокровенное. Самое сокровенное. Скажи аминь. Потому что это желание Бога. Аллилуйя. Я читаю дальше. Для него я от всего отказался, все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа и найти в нем не со своей праведностью, которая от закона. Саввел имел праведность по закону. Он был непорочный по закону. Он от этого отрекся. Почел это за счету. Найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг. Кто это говорит? Это говорит апостол Павел, который в то время был на апогее своего служения. Это был знаменитый уже апостол на то время. И он говорит, я не почитаю себя достигшим. И вот это, вы знаете, для меня это очень большой пример, потому что я хочу сказать, вот сколько мы будем жить на этой земле, мы не найдем здесь на земле человека, который достиг бы совершенства. И который бы, ну вот мы, кто-то сказал о том, что вот пойдите в ту церковь, там есть человек, который достиг совершенства, абсолютно совершенства. Я скажу первое, это ложь, это ересь, потому что есть только один совершенный, да, в нашем представлении, это наш Господь Иисус Христос. Апостол Павел себя не почитает достигшим. Он говорит о том, что я никогда не достигну, я просто стараюсь, я стремлюсь. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Как достиг его Иисус Христос? Он достиг его через свою смерть. Аминь, да? Через свое воскресенье, когда он стал духом, ну, на самом деле, духом Христовым, сегодня, на сегодняшний день он может охватить свои объятия, обнять всю землю, всех людей. Аминь, аминь. Прийти в жизнь каждого человека, кто откроет свое сердце, он войдет к нему, да, и он хочет стать самым лучшим твоим другом. Слава нашему Богу. И, и смотрите, каждый раз апостол Павел переводит акцент себя. Он говорит о том, что я несовершенный, Иисус совершенный. Я всего лишь глиняный горшок, а тот, кто во мне, он есть сокровище, невероятное сокровище. Давайте мы откроем последнее место, и оно написано в первом послании Коринфянам. Первое послание Коринфянам, третья глава, с первого стиха. Мы можем прочитать. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими. Кто такие плоские? Чуть-чуть ниже мы сразу можем прочитать. Это младенцы во Христе. Но это не говорит о том, что это не христиане. Просто плоские, они живут, к сожалению, не по духу, они живут как? Они живут по плоти. Плоть вводит их. Не дух святой их вводит, они войдут в плоти. Какие-то амбиции, какие-то похоти, желания, какие-то хотения. Вот это хочу, это хочу. Живут не по воле Господа, живут по своей воле. У них своей воле. Сколько сегодня мы можем встретить абсолютно плоских церквей, к сожалению. И мне бы очень не хотелось, чтобы мы были плоской церквью. Что нас отличает от плоской церкви или как мы можем выйти из этого и стать духовной церквей? Второй стих. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плоские. И апостол Павел объясняет, ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плоские ли вы? Не по человеческому ли обычаи поступаете? И еще одно объяснение, ибо когда один говорит я Павлов, а другой я Аполосов, то не плоские ли вы? Смотрите, когда какой-либо христианин причисляет себя к какому-то человеческому движению, говорит, я вот принадлежу вот к этому движению вот такого-то, такого-то человека. Он сразу по тебе вот просто проводит такую черту, он говорит, я плоский христианин. Потому что я уже не верю в Иисуса Христа, я верю вот этому человеку. Я его могу подойти, позорваться с ним, пощупать его, вот он рядом. Вот хороша вот эта светская поговорка о том, что лучше синица в руке, чем какой-то там журавль в небе, далеко я не могу его там поймать. А вот человек этот, проповедник, пастор, служитель, миссионер, апостол, он рядом. И вот ему я полностью доверил свою жизнь, ему я поклоняюсь, он, конечно, так не говорит, но своей жизнью показывает о том, что он давно уже поклонникам Христовым, он просто поклоняется какому-то человеку. И вот это очень страстно. И это показатель плоскости. То есть этот человек плоский. И он должен об этом знать. Кто Павел? И смотрите, опять Павел подчеркивает такую черту. Он напоминает. Я хотел бы сказать, задать вам такой интересный вопрос о том, что ходили бы вы в церковь человека, о котором бы узнали о том, что в прошлом этот человек был. Христ-оненавистник. Убийца христиан. Вот просто вот хотя бы одно вот это. Он убивал христиан. Или просто приходили евреи из Иерусалима, говорят, а мы его знаем. Он лично меня посадил в тюрьму за веру в Иосус Христа. И говорили, распространяя о нем страшные такие новости, о том, что ходили бы в церковь пасторя, который в прошлом был убийцей. Кто бы ходил в такой церковь? Молодец, Леонид. Потому что весь Израиль, в принципе, 40 лет ходил за кем? Моисей был в прошлом убийцей. Но Бог не смотрит на лицо человека или на его прошлое. Бог берет беззаконие, перебрасывая через свой хребет и вспоминает их больше никогда. Полная трансформация, полное обновление. И вы знаете, но любопытство людей, люди приходили, куда люди приходили? Люди приходили посмотреть. Вот бывший изварь, вот бывший враг Христов, бывший гонитель церкви, мы знаем о нем страшные вообще вести. И он становится апостолом, да, он заявил себе апостол, да, что он миссионер, что он учитель, что он пастор. И мы хотели бы посмотреть, как он. Они приходили и видели знамение чудеса, видели о том, что это мощный апостол, который в служении, в силе, в слове. И они удивлялись чему? Они удивлялись потрясающей любви Иисуса Христа. Аминь или не аминь. Что Иисус любит. И через вот этого бывшего изверга сегодня является уже любовь. Насколько велика его любовь. Аллилуйя. И вы знаете, просто это вот если сравнивать о том, что это восхищаться каким-то творением, забыв о Творце. Я периодически встречаю людей, которые верят в гороскопы, например. Я им объясняю. Вы знаете, вы верите в звезды. Там, что они в каком-то сочетании как-то влияют. И при всем при этом вы не верите в то, что кто-то это все сотворил. Вы верите в то, что это влияет на вас звезды. А Богу вы при этом не хотите позволить, чтобы Он влиял на вашу жизнь. Посмотрите на океан. Вот если можно восторгаться величием океана, то насколько больше величия того, кто этот океан сотворил. Можете сказать амин? И вы знаете, просто каждый раз надо людям напоминать о том, что есть блестящие проповедники, ораторы, которые невероятно мощно проповедуют, и люди начинают им присваивать славу. Говорят, какой потрясающий проповедник, какое ораторское искусство. И начинают ему какие-то пленые такие похвала, какие-то дифирамбы, потом уже постепенно идут. И вот страшное явление, когда одни люди превозносят, а другие люди принимают эту славу. и начинают ходить вот в этой славе. Вот здесь происходит реальное преступление против тела Христова, потому что этот человек, этот проповедник, он должен объяснить о том, что я всего лишь глиняный горшок. Вот то, что вы слышите сегодня, вы слышите помазанное Божие Слово, и это от Иисуса Христа. Ему вас дайте славу. Аминь или не аминь. Кто вас исцелил? Евангелист? Вас исцелил Иисус Христос. Об этом не забывайте. О том, что в какой бы степени евангелист бы не был хорош, да, ну, периодически Бог через него исцеляет, периодически через него Бог не исцеляет. Это Божья воля. Аминь или не аминь. Потому что это Бог исцеляет, не евангелист исцеляет, Бог исцеляет. И Бог исцеляет того, кого хочет. Бог исцеляет сокрушенных сердцем. Он не всех исцеляет. И мы видим этому много подтвердений. Аллилуйя. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, поливающий. И что апостол Павел пишет? Апостол Павел пишет, что насаждающий и поливающий есть кто? Да вообще ничто. Слышите? Вот насколько смирение апостола Павла, мы здесь можем увидеть, о том, что апостол Павел говорит, ну, я вообще по сути своей, я суть ничто. Но если меня сравнить с Иисусом, я вообще ничто. Но насколько велика, опять же, Божья любовь в том, что вот через вот это ничто Бог являет свое все во всем полнота наполняющей. Аминь, да? Потому что Иисус Христос, Он есть все во всем полнота наполняющей. Все от Него, все к Нему, все им движется и существует. Я лишь помогаю, я лишь сосуд, я лишь глиняный горшок, я лишь проводник, я лишь высоковольтный кабель, да? Но без Иисуса Христа этот кабель вот так оторвали, бросили вот туда, в лужу грязи, он там валяется, вообще никому не нужно. Аминь. Это суть ничто. Только во Христе Иисусе этот кабель начинает выполнять свою функцию. Мощная, потрясающая сила начинает изливаться. Кого Бог исцеляет, кого Бог освобождает, кого спасает, кого благословляет. Скажи аминь. Аллилуйя. Я 6 стиха насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насажающий поливаясь, и есть ничто, а все Бог взращивающий или возвращающий. Насажающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Нива Божия, Божье строение. Я подан на мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто, слышите, никто не может положить другого в основание, кроме положенного и который есть, кто? Иисус Христос. Вот берегите вот этих слов о том, что кого-то из людей могут уже сегодня называть, о том, он основоположник, он вошел в основу, он стал фундаментом того или другого движения, то ли другой церкви или целой динаминации. Берегитесь, когда воистину вы приходите в церковь и вы слышите о том, что проповедник или пастор, или апостол, или евангелист, или сам, пусть какой бы он ни был великий или образованный учитель, он слишком много говорит о себе, о своих заслугах, о своем образовании, какой он крутой, какой он... что происходит? Акцент смещается. Кто такой поклонник? Вот кто, кем был апостол Павел? Я хотел бы сегодня уже заканчивать. Я хотел бы о том, что сказать самую главную мысль о том, что апостол Павел был истинным поклонником. Почему истинным поклонником? Потому что он каждый раз вводит ту или другую церковь, которую он основал, он приводит к тому, что не я центр служения, аминь, центр нашего служения Иисус Христос. Каждый раз он переводит акцент, хотя люди на него смотрели, может быть, иногда с открытым ртом и говорили, ну, это же Павел, да, у него такое высочайшее образование. Почему он так толкует Писание? Потому что он в совершенстве знает Ветский Завет, он знает Тору и так далее и подобное. Он знал когда-то самого Гамалиила, да он общался с апостолами, знает лично Петра, Якова и так далее и подобное. И апостол Павел каждый раз переводил акцент. Он говорит, я ничто, я глиняный грошок, никогда не забывайте этого. Все во всем полнота наполняющая Иисус Христос. И что делал апостол Павел? Апостол Павел, он просто переводил взгляд каждый раз на Иисус Христа и вводил людей в поклонение, в поклонение единому Богу, в Его Духе, в Духе Христа и в Его истине. Есть только одна истина, это истина Иисус Христос, и есть только один Дух истины, это Дух Христов. Можете со мной согласиться? И мы призваны к этому. Просто буквально зарядись этим сегодня, потому что я сегодня говорю истину. В своей жизни прими решение о том, что как бы я ни общался с человеком, с кем бы ни разговаривал, Господи, помоги мне, дай мне мудрости, силы, я сам ничего не имею без Тебя, дай мне Твою мудрость, у меня разум, я хочу иметь разум Христов, я хочу иметь те же чувства, нечто во Христе, если в Иисусе, потому что так написано, я познал, что есть воля блага угодная и совершенная. Помоги мне каждый раз приводить человека не к себе, потому что я ничто, я глиняный горшок, я просто обыкновенный человек, которого раньше, находясь в бунте, в бунте против Бога, мы все были бунтарями, живя, родившись в бывшем Советском Союзе, мы все родились в состоянии бунта против Бога. Слушайте меня, атеизм, это бунт против Бога, вы знали об этом? Потому что атеист, но я периодически говорю об этом, атеист это человек, который яростно ненавидит Бога за то, что его нет. Настолько это глупо вообще, кого ты ненавидишь, если ты веришь, что Бога нет, и ты его при этом ненавидишь. Это бунт, просто скрытая форма от такого бунта, который говорит, я ненавижу Бога и буду всяческим способом преследовать вот этих христиан за то, что они верят в кого-то. Яростный Бог. Но мы должны знать и доносить до людей в эту тувесину, что несмотря на то, что может быть человек атеист или даже сатанист, Бог его любит. И Бог умер за него, аминь, для того, чтобы приобрести его себе. И может быть из бывшего сатаниста сделать хорошего благословенного пастыря. И может быть как раз таки вот этот диапазон, чем больше, тем лучше, о том, что он был каким-то извергом, как апостол Павел, а стал величайшему за постовом. И вот это, знаете, на самом деле это как представить водопад о том, что просто апостол Павел настолько уничижился, что люди видели с какой высоты оттуда, от престола благодати льется вот эта полноводная река вечной жизни. Но вот эту просто бездну нищеты, бездну какой-то жажды, то, что у апостола Павла была колоссальная жажда, каждодневная жажда, которая говорила, Иисус, я без Тебя ничего не могу, ничего не могу и не хочу. Я не хочу думать без Тебя, я не хочу принимать решения без Тебя, я не хочу говорить без Тебя. Вчера Павел пел в Плохоте на том, что я без Тебя ничего не могу, что там какая-то песня, я точно не помню, но смысл заключается в том, что я ничего не хочу делать сам без Иисуса Христа, потому что что-то сделать самому, последствия будут всегда катастрофические. Когда мы приходим к человеку, когда мы начинаем кланяться какому-то человеческому мучению или человеческой организации, рано или поздно это приведет к чему? Библия об этом говорит, это приводит к проклятию, потому что написано проклят всякий человек, надеющийся на другого человека и плоть свою делающий своей опорой. Аминь или не аминь? Это проклятие. Когда мы идем за человеком, мы оба упадем в яму. Но блажен человек, который что? Который упованием, которого есть Господь Бог. И блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аминь. Кто у тебя Господь? Иисус Христос. Аминь. Слава нашему Богу. Давайте мы помолимся нашему Господу. И постараемся вот эту истину не забывать. О том, что каждый раз смещайте акцент себя. Как бы вы не были красивы, как бы вы не были умны, как бы вы не были статны, не были образованы. Говорите каждый раз о том, что мое образование, у меня была возможность, мне предлагали Харбинский университет и Тензинский университет, предлагали приехать и сделать диссертацию, стать профессором. Но я понимал, что мне надо уезжать на несколько лет, на два года и оставить здесь молодую церковь в Арне. Я отказался. Я отрекся. Почему? Ради Христа я это сделал. Потому что у него, аминь, намного лучше. Он намного лучше всего того, что может предложить этот мир. И все это тщетное. Спасибо тебе, дорогой Господь. Господь, устреми наш взор каждый раз, Господь. Дай нам устремляться смотреть только на тебя, Господь, Отец. Люди разочаровываются, приходя в церковь, но сегодня у меня есть ответы, у меня есть хорошая новость. Если ты разочарован в церкви или в каком-то служителе, я хочу сказать тебе, ты просто смотришь не туда и ты смотришь не на того. Если ты будешь смотреть, внимательно наблюдать за моей жизнью, ты разочаруешься. Но я хочу сказать тебе о том, что есть тот, кто никогда тебя не разочарует. Если ты будешь смотреть на Христа, ты будешь входить все больше и больше в восхищение, потому что все, что Иисус Христос говорил, все, что Он делал, оно достойно просто восхищения, потому что все это было самой невероятной безграничной любви. Спасибо тебе, дорогой Господь. Благодарю тебя за твое Божие присутствие на месте. Это Господь, Отец, Асана. Аллилуйя. Сегодня я мало спал, поэтому я сбиваюсь, но, Господь, я прошу твоей мудрости, Господь, говорит ты, Господь, Отец, я бы очень хотел, чтобы ты был в центре нашего служения. Я бы очень хотел, чтобы ты, Христос, был в центре нашей церкви, Господь, Отец. Я бы еще больше хотел, чтобы ты был в центре каждого члена нашей церкви, Господь. Те, кто есть, и те, которые еще придут. В центре наших жизней, Господь, Отец. Потому что, Господь, Отец, когда ты в центре моего существования, я абсолютно счастлив, я абсолютно блажен, и у меня есть в этот момент абсолютно все. У меня есть самый великий учитель, который может мгновенно научить и дать слова необходимые, которые надо сказать, которые направят мои пути, и я буду ходить прямыми путями и, может быть, сэкономлю кучу времени, потому что, Господь, это прямые пути, Господь, Отец, Санна, слава Тебе. Я бы очень хотел, Господь, чтобы это слово, оно просто в свое время принесло много плода, Господь, чтобы этот плод умножался, потому что, Господь, когда ветвь присоединена к лозе, который есть наш Господь Иисус Христос, она приносит всегда много плода, и этот плод умножается, Господь, Отец. Не дай нам сводить с Тебя взгляд, когда Петр шел по воде, и он смотрел, пока он смотрел на Тебя, на Твое величие, на Твое могущество, на Тебя, как на Творца, он шел по воде, он шел по морю, но в тот момент, когда он просто свел свой взгляд и посмотрел на море, на творение, вокруг, какие волны, какой ураган, какая буря, он начал тонуть. Не дай нам сводить своего взгляда, Иисус, дай нам смотреть только на Тебя. Ты нас никогда не разочаруешь. Сколько бы я не узнавал, Господь, я изучаю Писание, читаю Слово Божие, и каждый раз я вхожу в еще больше восхищения и восторг от того, что Ты говоришь. Пусть это восхищение, оно возрастает. Дай мне смотреть только на Тебя и у меня, Господь. В моей жизни никогда больше не будет разочарования. Аллилуйя, Отец Ассана, слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, всемогущий Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Кто-нибудь может сказать аминь? Аминь. Аллилуйя. Давайте вознадим славу нашему Господу и Суду Христу. Аллилуйя. Аллилуйя.